Новошахтинск Новошахтинск Арутюн Киракосян, хоть и работает в Донецком молодежном театре более 30 лет, говорит с акцентом, так как родился и вырос. Я родился в Ереване, и просто я в Киеве учился, поступил в советское время, я в Киевский театральный институт поступил, а потом по направлению, в советское время было, всегда направляли, по направлению я приехал сюда. Так что я до 35 лет я жил в Армении. Артур Георгиевич это один из наших старейшин театральных, он достаточно долгое время работает в театре, из режиссеров, наверное, самый долгий период времени работает. Он работал еще в советских времен в нашем театре, пришел еще сюда, как бы после окончания института, достаточно молодым режиссером. И за это время успел поставить много интересных работ. Вот, был приход периода, что он переходил в музыкально-драматический театр, вообще уходил из театра, ну, впереди все равно возвращался, поскольку он житель нашего города, театральный режиссер, а в нашем регионе вообще эта профессия достаточно редка. И неплохой театральный режиссер на самом деле. За время работы в Донецком молодежном театре Арутюном Киракосяном поставлено много спектаклей, полюбившихся юным зрителям. Среди них «Вождь краснокожих», «Муха-Цокотуха», «Ох уж эти парижане» и другие. Весь мой творческий путь, он развивался, и толчок основной дал именно спектакли, из которых работал из Киракосяном. До этого были сказочки так себе, и первая, допустим, роль это был «Пристри Сногл», там играл Рубин Хупер, комедия маленькая, но очень хорошая, значимая, прекрасными актерскими работами, очень запомнился. И второй культовый спектакль, который был в 91-м году, это «Хайт», «Кот Леопольд», где мы говорим «Мишонка». Это была настоящая культовая работа, очень творческая, где все зависело и от режиссера, и от актеров. Тогда мы в первый раз почувствовали, что такое связка режиссера и актера, и насколько это может вылиться, если у того фантазии и у этих фантазий. Вот, потому что спектакль первый раз прошел больше 500 раз, при восстановлении он прошел еще 300 раз, потом еще, потом, в общем-то, это легендарный спектакль. Одна из крайних работ Арутюна Киракосяна – спектакль «У Ковчега-8» по пьесе Улериха Хуба. Был признан победителем в номинации «Лучший спектакль» и получил награду посольства Германии. Прямо перед военный период времени была сделана, на мой взгляд, из детских спектаклей одна из самых удачных постановок. Это спектакль, который получил гран-при на международном фестивале, который проходил в наших стенах. Мы организаторами являлись, но было очень международное такое жюри, и вот именно его спектакль «У Ковчега-8» стал владателем гран-при этого фестиваля. Это безоговорочно, абсолютно. Вот это отмечена была работа, очень хорошая, качественная. Причем интересно было, что на тот период времени по этой пьесе привезли еще два театра. Спектакли – это «Одесский тюз» и «Львовский тюз». И как бы там, что называется, в одни ворота. Мы победили. Сегодня режиссер Арутюн Киракосян отмечает юбилей. Ему исполнилось 70 лет. Он пользуется большим авторитетом в коллективе театра. С ним работает легко, когда мы понимаем друг друга. Очень легко. Что нравится в нем особенно, то, что он никогда не успокаивается. Допустим, любой режиссер поставил, все, шаг лево, шаг право, расстрел. Ну, может, отмечения. Здесь он может и тут. Сейчас играем в спектакль. Он что-то еще новое увидел. Собирает, но и делает. Придет время еще. Конечно, допустим, в начале пути многие уже были возрастные актеры наши, именитые. Их это очень подражало. Они просто в старой школе делали, а то опять переделать. А мы, как молодежь, нам это было интересно, но мы никогда это не отрицали. Это его лично, его качество больше никаких режиссеров. Я это видел, что можно менять и потом улучшать. Совершенность. Никогда не становились, не достигли. Мы давно знакомы, наверное, с его первого пришествия. Находил с театра, работали очень долго, поставили, наверное, не один десяток спектаклей вместе работали. Режиссер неординарный. Это не значит, что он гладкий, всех любит. Были с ним и творческие трения, ну, какие-то. Ну, это естественный творческий процесс. Я люблю работать с этим режиссером. Иногда, да, скандалово. Ну, находим общее слово Богу. Если вы будете молчать, ничего не предлагать, ничего не произойдет. Вот. Поэтому с ним нужно быть очень творчески активным. Это его, не та же позиция, это его прием работы. Мне интересно с ним работать, так как я раньше с ним не сталкивалась и думала все время, что он очень суровый человек. Мы с ним в коридорах, здравствуйте, здравствуйте, и все, на этом все заканчивалось. Но когда я познакомилась с ним, я удивилась от того, что этот человек очень добрый, отзывчивый. И как для режиссера он очень умеет слушать тебя. И это очень хорошо. Вступая в диалог, мы с ним находим определенные какие-то точки соприкосновения. Ну, в этом, я считаю, что это очень здорово. Я знаю Артюна, я могу так его называть, я его знаю с 88-го года, когда он пришел в театр. Я с 86-го, он с 88-го. Я был занят у него, я считаю, что в лучших спектаклях. Так что я ему благодарен за те роли, которые были этапными в моей творческой жизни. Мне легко, да. Потому что я его понимаю, что он от меня хочет, я это исполняю. Арутюн Киракосян продолжает работать и сейчас. Его творческий потенциал позволяет активно заниматься постановочным процессом в театре. Сейчас он даже два спектакля параллельно так получилось ставит, потому что, ну, к сожалению, у нас не прервалась работа над большим достаточно спектаклем таким «Снежная королева». Ну, там технические возможности сейчас из-за того, что, в общем, военная такая ситуация. В общем-то, мы отложили постановку этого спектакля. Вот. И сейчас, учитывая театральный сезон, мы взяли новую пьесу белорусского драматурга Андрея Курейчика. Она делается сейчас в основном женский состав. Там в основном женщины заняты, поскольку, вот как бы, сейчас, наверное, именно востребовано их в первую очередь работой занять. Пока полтеатра на гастролях по Российской Федерации. И вот он уже здесь начал эту работу, ведется эта работа. Надеюсь, что в ближайшем времени выйдет хороший, качественный спектакль, который мы сможем порадовать наших зрителей. Работа в театре для Рутюна Киракосяна была и всегда будет местом, где он может полностью раствориться в творческом полете. Это его главное отдушина в жизни. В день юбилея режиссера артисты театра желают ему здоровья и новых творческих свершений. Я, по-моему, хотел творческого долголетия, мира и здоровья. Пожелать ему, конечно же, здоровья. Да, и как всем нам мира. А все остальное мы сделаем. Я ему желаю только основное. Нет, ну, естественно, это самое главное, это здоровье, здоровье еще, чтобы оно было. Вот на фоне, если это будет все, остальное все, чтобы это хороших пес. В юбилей этого прекрасного, светлого, доброго человека мне бы хотелось пожелать ему очень крепкого здоровья, чтобы он всегда был с нами рядом, радовал нас своими глазами яркими, улыбкой. Многое лето. Здоровье, в первую очередь, конечно. Здоровье, оно как бы всем нам очень, это не пустые слова, и мира на земле на нашей. Чтобы, наконец, настал на нашей земле мир, чтобы мы смогли, наконец, начать полноценно работать, вот радовать наших зрителей, и он, в том числе, мог спрадовать наших зрителей своими работами режиссерскими. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!